МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнор Жахен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Кто ответит за качество строительства? В новых домах в Пришахтинске протекает крыша, трескаются стены, покрытые плесенью. Второй год в Казахстане отмечается День Благодарности. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков принял участие в празднике, который прошел в Театре имени Станиславского. В Карагандинской области стали известны имена 40 членов движения Алаш, о которых ранее никто не знал. В Казахстане отмечают 100-летний юбилей движения Алаш. На дворе весна. Вот только жители новых домов в Пришахтинске ей не рады. Как только потеплело, в квартирах с потолка стала бежать вода. На стенах появилась плесень. Жители обращались в казахстанскую ипотечную компанию. Однако те разбираться в ситуации не торопятся. Что происходит в новостройках на самом деле, попыталась разобраться Анель Шалкарбек. Переехав в Пришахтинск, семья Мадины Бекеновой надеялась, что в новом доме начнется новая жизнь. Однако, как только наступили холода, уюта, как и не было, новоселам вновь пришлось стесниться в родительской квартире. В новой оказалось холодно. Стены постоянно покрываются плесенью. Возвращаются сюда весной. Но и в это время проблем немало. Как только потеплело, с потолка стала бежать вода. Зимой нестерпимо холодно. И батареи меняли. Делаем все, что можем. Ничего не помогает. Не скажешь, что мы живем в новом доме. Такое ощущение, что этому дому 40 лет. Жительница другой квартиры Динара Косанова переехала в новый дом в августе. Говорит, что с сыростью столкнулись в ноябре. Ее дети постоянно болеют, повторяются воспаления легких. Молодые родители боятся, что у малышей вот-вот начнется астма. И помимо коммунальных затрат придется раскошеливаться на дорогие лекарства. Боремся с плесенью как можем. Я, например, мою стены белизнёй. У нас вещи постоянно плесенью с иристью пахнут. И люди окружающие это замечают. Но это ладно. Можно перетерпеть. А как с постоянными легочными заболеваниями? Детей жалко. Страдают и пожилые. Пенсионерка Соля Демиваевна три дня назад вернулась из больницы домой. Говорит ненадолго. Из-за постоянного сырого воздуха и протекающей кровли в кабинет врача, как к себе домой. Вот уже, наверное, третий день меня из больницы выписали. Дома холодно. Влажный воздух. Еще хуже стало мне после больницы. Вот поэтому, чтобы было хорошо, тепло. А весной что будет? Сейчас такая у нас комната. В новостройке систематично появлялись и другие проблемы. Недовольны качеством строительства, неоднократно обращались в Казахстанскую ипотечную компанию. Начались замечания только, когда прошло отопление. Первое замечание было на напор воды. Напор воды был недостаточно мощным на верхних этажах. Оказалось, это все по вине КСК. То есть у нас была субподрядная организация, которая нам устанавливала весь этот водопроводный систем. Приехали еще раз, объяснили представителям КСК, и сейчас с этим вопросов нет. Ну, то есть, в общем, около пяти раз, это точно. Мы приезжали, вода, отопление. Мы передали к козу котельную. Тоже, опять же, начались претензии именно в наш адрес. Почему холодно, почему холодно. То есть котельная сделана согласно проекту. Ответственные пообещали, все недочеты устранят в начале весны. То есть сегодня во всем трем домам будет очищен снег с чердачного помещения. Ну, то есть там есть обледенение, где венцы, короба проходят. То есть, ну, собрался конденсат, и он заледенел. Вот они сейчас это все устраняют, чистят снег. То есть, чтобы на пятой этаже уже потолок, как бы, не поступало влага, не капало, не было затоплений. Причины выявлены большого затопления с чердачного помещения, можно не бояться. А вот перестанет ли жители преследовать плесень и сырость, покажет качество работы КСК. Анна Шелкорбек, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде построят лабораторию международного класса, которая будет заниматься исследованием полезных ископаемых. Ее строительство начнется в следующем году при поддержке австралийской компании. Теперь геологам области не придется вести породы ценных металлов и камней за границу для получения сертификата. Также будут упрощены процедуры получения разрешения на геологоразведческие работы. Подобные новшества станут возможными благодаря новому кодексу о нейтропользовании. Новая лаборатория международного класса позволит казахстанцам получать сертификаты о качестве проб, не выезжая за рубеж. Это значительно сократит расходы геологов и позволит им быстрее приступить к поиску инвесторов и разработке месторождения. Многие жалуются, что нет международного лаборатории, что многие пробы вывозят за границу, поэтому, чтобы все наши пробы здесь обрабатывались, чтобы данные оставались в Казахстане. Старые месторождения исчерпывают свои минерально-сырьевые накопления, заявляют геологи. Для дальнейшей добычи металлов, трагиценных камней и других видов сырья необходимо изучить новые местности. Именно поэтому Карагандинский регион в последнее время стали чаще посещать иностранные инвесторы. Наша область представляет определенный интерес по запасу подземных богатств. За последние три года в Карагандинскую область привлекло инвестиции на геолога-разведку около 9 миллиардов тенге. Из них самые крупные компании, могу отметить, это Рио Тинта, австралийская, британская компания, «Джогмэк» – это японская государственная корпорация, «Корэс» – это корейская национальная компания, и, конечно, «Илдрым Холдинг». «Илдрым» – это турецкая компания, которая четвертое место занимает по хромам. Проектов может быть гораздо больше, заявляют чиновники из Министерства по инвестициям. Однако несовершенство кодекса о недропользовании затрудняет сотрудничество инвесторов с казахстанскими геологами. Чтобы решить эту проблему, высокопоставленные чиновники разработали новый проект кодекса, который сейчас на стадии обсуждения. За прошлый год, к примеру, по Казахстану, в горододобывающие предприятия вложили порядка триллиона инвестиций. Из них всего 2,5% ушли на геолога-разведку. Это мизер. Этим запасами мы не восполним те запасы, которые у нас сегодня разрабатываются. Поэтому необходимо радикальное упрощение процедур, чтобы люди приходили и вкладывали средства. Необходимость привлечения инвестиций отметил и Аким области Нурмухамбет Абдибеков. Он подчеркнул, что наш регион имеет огромный потенциал подземных ресурсов. На это совещание приглашены недропользователи нашей области. Предлагается рассмотреть и обсудить следующие вопросы. Также чиновники отметили, что особым пунктом в проекте нового кодекса станет выполнение иностранными инвесторами своих обязательств перед государством. Минерально-сырьевая база области может быть расширена геолого-разведочными работами по меди, золоту, металлам и марганцу. Айем Амрина Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. День Благодарности отмечается в первый день весны. Этот праздник был основан в прошлом году. Этот день, когда народы страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие народы были депортированы в Казахстан. Все мероприятия в День Благодарности направлены на укрепление единства и согласия казахстанского народа, воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков посетил праздник, прошедший в театре имени Станиславского. С прошлого года в Казахстане первый день весны стал новым праздником – День Благодарности. То и дело, вокруг слышно простое слово «спасибо». День Благодарности призван великим днем патриотизма, дружбы, культурного разнообразия. В каждом регионе Казахстана к этому дню подготовлена праздничная программа. Вот и жители шахтерской столицы поздравил голова региона Нурмухамбет Абдибеков. Праздник появился в предыдущем инициативе военных государствах и в поддержке членов Ассамблеи Нурмухамбет Абдибеков. Представители всех французских французских, проживающих на предыдущем 15 лет. Своей речью Аким области поблагодарил и этнокультурное объединение Казахстана за большой труд в укреплении дружбы народов, после чего Нурмухамбет Абдибеков вручил благодарственные письма и партийные билеты. В 30-е и 40-е годы 20-го века в Казахстан были насильственно переселены представители многих народностей Советского Союза. Но, несмотря на трудности, казахи помогали им выжить, давая переселенцам пищу и кров. Благодарение казахскому народу и вообще, в общем, народу Казахстана за те тяжелые годы, которые мы вместе прошли, не сломались. И до сегодняшнего дня мир, покой и благополучие народа в Казахстане хранится, бережется всеми национальностями, всеми конфессиями. Но особую благодарность, конечно, это казахскому народу, который в тяжелые 30-е годы, в годы Великой Отечественной войны, принимал российских, и не только российских, а из большего всего Советского Союза. На праздничном мероприятии был организован концерт. Ребята в ярких костюмах с помощью танца продемонстрировали дружбу и единство казахстанского народа. Кроме того, для гостей представлена небольшая выставка, которая рассказала о тяжелых годах переселения. Анна Шалкарбек, Асица Замбаева, Жаслав Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. В Карагандинской области снижено количество дорожно-транспортных происшествий. Это стало известно на совещании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, где были подведены итоги работы за прошедший год. Собрание проходило под председательством первого заместителя Акима области Асалбека Дюсибаева. За круглым столом собравшись обсудили три главных вопроса. Смертность при дорожно-транспортных происшествиях, состояние сети автодорог и медицинская помощь при ДТП. Благодаря реализации комплекса организационных и практических мер стабилизирована обстановка на дорогах области. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 8%, погибших при ДТП на 13%. В 2016 году на автодорогах республиканского значения совершено 194 ДТП, при которых погибло 53 и получили ранения 323 человека. По сравнению с предыдущим годом отмечается снижение по количеству ДТП на 18%, по числу погибших почти 46% и по количеству травмированных людей на 18%. Для профилактики аварийности и травматизма успешно используются 4 макета спецавтомашин, а также муляж стационарного прибора, измерение скорости дорожно-транспортных движений. Такие положительные результаты во многом стали возможны благодаря приобретению 75 видеорегистраторов и 23 специализированных автомашин дорожно-патрульных служб в прошлом году за счет средств областного бюджета. Также на совещании были рассмотрены вопросы состояния дорог по области и качества работы скорой помощи при ДТП. В текущем году в рамках селевой комплексной программы по обеспечению безопасности дорожного движения планируется выполнить объем работ ямочного ремонта 142 тысячи квадратных метров. Будет устроено 2,5 тысячи километров дорожной разметки. Установлено будут дополнительно 1360 единиц дорожных знаков в панно, 1500 сигнальных столбиков, почти 4 тысячи погонов метров в аренном ограждении. Помимо ремонтных работ, также будут устанавливаться фонарные столбы и дорожные знаки. Однако, чтобы проводить масштабные работы, необходимо закрывать дороги. Но на это нет времени. На безопасность в лучшем случае влияет. Закрыли дорогу, вопросов нет. Зато машина не ездит, зато все безопасно. Но вопрос остается, что люди используют неудобства. Ни один человек хорошего ничего не скажет. По итогам совещания Слабек Дюсибаев дал поручение местной полицейской службе подготовить детальный анализ необходимых мероприятий с указанием конкретных опасных мест, необходимого количества указателей, пешеходных переходов, установок светофоров и ограждений, камер видеофиксации и тому подобного, по снижению и профилактике ДТП. Асель Сазамбаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В этом году исполняется 100 лет со дня основания движения «Алаш». Однако труды участников движения до сих пор изучены не до конца. Только недавно стали известны имена 40 алашевцев, о которых ранее никто не знал. Для исследования идей «Алаша» и сопоставления их с политикой нового казахстанского патриотизма в Карагандинском политехническом университете состоялась научно-практическая конференция. На конференцию поступило более 140 докладов от научных и образовательных организаций Казахстана. Алашская автономия создана на Втором общеказахском съезде в декабре 1917 года. Провозглашен и сформирован Временный народный совет, которому присвоено наименование «Алаш-Орда». Временной столицей тогда стал город Семипалатинск, а возглавил движение Алихан Бекиханов. Осмыслить историю Алаш казахстанцам еще только предстоит, потому что тема эта очень долгие-долгие годы была подзаметна. До сих пор еще не все документы обнародованы и не все именно участники названы. Целью конференции является исследование идей Алаш и сопоставление их с политикой нового казахстанского патриотизма. История казахского народа полна назиданий. Просветительские инициативы вчерашних деятелей правительства Алаш-Орды дали замечательные плоды, отметили докладчики. В числе их задач было повышение грамотности, развитие национальной школы и формирование современной общей культуры. Они четко понимали, что казахский народ следует освободить от тьмы необразованности. И до последнего боролись за сохранение национальной самобытности казахов, стремясь создать образованное общество. И ученые, мы ученые Караганинского государственного университета им. И. Астана Чебукетова выступаем активно на многих конференциях государственного уровня. В Алматы, в Астане, у нас по области. Читаем лекции в школах, конечно. И самое главное, продолжается исследование жизни и деятельности этих деятелей. Участники движения «Алаш» проделали огромную работу для нынешнего поколения, подчеркивают историки. Поэтому каждый гражданин обязан знать их имена. Их жизненный путь – большой пример для подрастающего поколения. В Карагандинской области подвели итоги выездной проверки Генеральной прокуратуры по защите предпринимательства. На заседании отметили оздоровление ситуации в вопросах привлечения к уголовной ответственности субъектов бизнеса. Совещание проходило под председательством заместителя Генерального прокурора. Озвучены итоги проверки выездной бригады Генпрокуратуры по вопросам защиты прав предпринимателей. В частности, почти в четыре раза снизилось количество досудебных расследований в отношении субъектов бизнеса. И если за первые два месяца прошлого года было зарегистрировано 139 материалов, то за этот год всего 37. В Круитове за истекший период 2016 года за отсутствие состава было подчет 266 уголовных дел, по нерементирующим 164 дел. За истекший период и кучего года прекращено по арементирующим состава 13 дел, по нерементирующим 12. При этом в ходе проведенной проверки по семи уголовных делах прокуратуры по нерементирующим основаниям обведены как незаконные. Уголовные дела предпочитают ввиду отсутствия состава поступлений. Тем самым, костюмные права субъекта бизнеса были восстановлены. Искоренена практика приостановления операций по счетам, ограничения в распоряжении имуществом, ареста имущества в рамках расследования уголовных дел. За допущенные нарушения прав предпринимателей к дисциплинарной ответственности привлечено 24 сотрудника службы экономических расследований ДГД области. Из них 7 освобождены от должности, еще двое уволились сами. Я пользуюсь случаем. Прошу вас, если какие-то действия, давайте прокуратуре в области поручает сделать регион безвестеневого бизнеса. А как это действительно, чтобы люди могли здесь работать и нещадно бороться с этим явлением. С учетом результатов выездной проверки Генеральной прокуратуры, прокуратуру области во взаимодействии с региональной палатой предпринимателей разработана дорожная карта, направленная на кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды. По итогам совещания была отмечена эффективность проведенной работы и решено продолжить практику выездов в регионы для оценки состояния работы по защите бизнеса. Асель Сазамбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Казахстан 1 марта отмечает Всемирный день гражданской защиты. Этот день был провозглашен в 1992 году по решению Международной организации гражданской обороны. В Караганде действует специальная войсковая часть 52 859 Национальной гвардии, предназначенная для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В первый день весны здесь провели торжественное собрание. Специальная войсковая часть 52 859 в Караганде предназначена для спасения людей и ликвидации последствий техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Создана была почти 50 лет назад. Военные спасатели по праву гордятся тем, что на их счету большое количество поисково-спасательных работ, десятки тысяч спасенных жизней. Это и взрывы бытового газа, и снежные заносы на автомобильных дорогах, и техногенные катастрофы на угольных шахтах и других предприятиях области. Последнее чрезвычайное происшествие, в котором принимали участие военнослужащие, взрыв котла в многоэтажном доме в поселке Шахан. Наиболее отличившиеся офицеры и солдаты награждены памятными подарками. На праздничном мероприятии было отмечено, что роль спасателей в сегодняшнем мире постоянно растет. Это накладывает дополнительную ответственность и ставит деятельность спасателей в число приоритетных направлений по обеспечению национальной безопасности страны. Андрей Тен, Исламбеков Спан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Свою юбилейную дату отметила ювенальная полиция. 40 лет назад, 15 февраля 1977 года, в системе УВД была создана специальная служба – инспекция по делам несовершеннолетних. Сейчас она носит название «ювенальная полиция». На сегодняшний день в Карагандинской области около 300 сотрудников борются с подростковой преступностью. Отличившихся сотрудников наградили на торжественном собрании. Одна из самых главных проблем нашего общества – это защита будущего наших детей. Поэтому работа подразделения по делам несовершеннолетних, как и в прошлые годы, в первую очередь направлена на предупреждение и пресечение преступлений со стороны несовершеннолетних и в отношении них. Особое значение уделяется выявлению правонарушений, имеющих профилактическое значение. Например, реализация алкоголя лицам в возрасте до 21 года, табачной продукции несовершеннолетним. Задачами ювенальной полиции является, в первую очередь, профилактика безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних, борьба с подростковой преступностью, работа с неблагополучием в семье и других. Спектр общей задач очень широкий. Одна из особенностей нашей службы – это то, что мы тесно работаем со всеми, практически со всеми государственными и не государственными органами. На сегодняшний день в Карагандинской области насчитывается около 2000 неблагополучных семей и примерно столько же несовершеннолетних правонарушителей. Как говорят инспекторы, начинать нужно с воспитания в семье. Самое главное для детей – это общение и внимание. Родители должны помогать ребенку преодолевать возрастные кризисы, но при этом с детства прививать самостоятельность и ответственность. Лучших работников ювенальной полиции на торжественном собрании наградили почетными грамотами и денежными премиями. Асель Созамбаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Хоккейный клуб «Сарарка» вырвался вперед в серии «Плей-офф» с чеховской звездой. 28 февраля в гостях карагандинские хоккеисты победили со счетом 0-1. Счет в серии стал 2-1. С первой минуты матча было видно, что ни одна из команд уступать не собирается. Команды показывали высокие скорости на протяжении всего матча. И лишь на 21-й минуте, в самом начале второго периода, карагандинцам удалось забросить шайбу. Комбинацию, разыгранную Артуром Сарваровым и Олегом Ломако, замкнул Михаил Анисин. Он стал автором единственного гола в этом матче. В первом периоде начали вроде бы с хорошим движением, но потом соперник перехватил инициативу маленечко. Но мы выровняли и перевели игру в ту зону. Во втором периоде мы добавили в движение. Ну вот, в итоге забили гол. В третьем периоде играли уже по счету. Далеко в зону глубоко не лезли. Всегда, чтобы было три игрока сзади у нас. Ну, в целом, как бы, выполнили установку тренера. Комментируя прошедшую игру, наставник карагандинского клуба Вадим Епанчинцев выразил благодарность команде. Он заявил, что все игроки с первой минуты и до последнего играли правильно, дисциплинированно и самоотверженно. Это и дало результат. Очередной матч Сара-РК проведет здесь же со звездой 1 марта. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Полный состав симфонического оркестра Карагандинской филармонии имени Кали Байжанова примет участие в выступлении в рамках проекта «Симфоническое кино». Напомним, 12 марта карагандинцы услышат музыку Виктора Цоя в исполнении гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна из симфонического оркестра. Музыкант Айсула Аужанова в симфоническом оркестре концертного объединения имени Кали Байжанова работает один год. Однако уже имеет опыт исполнения эстрадной музыки. Работая в Алматы, Айсула принимала участие во многих интересных проектах. Нам, конечно, непривычно такую музыку играть. Конечно же, мы в основном симфоническую музыку играем. И в плане того, что много песен узнаешь и вспоминаешь, вот это очень интересно. А так, в трудности, я сказала, что нет. Репетиции над оркестровыми аранжировками песен культовой рок-группы «Кино» начались в воскресенье. И сегодня музыкальный коллектив интенсивно разучивает репертуар. Впервые оркестровые версии легендарных песен были написаны композитором Игорем Вдовиным в 2010 году для фестиваля «20 лет без кино». Тот фестиваль стал знаковым. После него появился проект «Симфоническое кино». Итак, 12 марта в центре бокса имени Серикасапеева Юрий Каспарян и оркестр Карагандинской филармонии исполнят симфоническое кино. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Соболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова